Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живу с мужчиной, у нас общий ребенок, иногда при виснении отношений, каких-то воспитательных моментов, в бытовых вопросах, ссорах, муж может повышать голос, обозвать матом при ребенке. Последний раз сильно схватил за лицо и обозвал при ребенке. Как с этим быть? Ну, прям, понимаете, во-первых, как быть, чтобы что? Давайте вот сначала попробуем определить, так скажем, вашу цель. Да? То есть, одно дело, если вы хотите изменить, допустим, человека, да, одно дело. Если вы хотите изменить, ну, мужчину, да, хотите, чтобы он вел себя по-другому, это одно дело. Ну, вот, то другое дело, если вы хотите разобраться, допустим, с тем, как, какие вообще у вас отношения, ну, то есть между вами. Ну, вот, что, вот, вообще представляют из себя ваши отношения, да, то есть, ну, какие они, эти отношения. Ну, вот, и в этом смысле здесь ситуация, ну, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, немножечко другая. То есть, в этом смысле, в этом смысле, в этом случае вам, конечно, важно исходить из того, какого рода у вас отношения. То есть, вы говорите, что мужчина может, там, ну, повысить голос и так далее. Ну, вот. Ну, наверное, у этого есть какие-то причины, почему он так делает, да, почему он спиливает. Давайте определимся также со статусом, да, то есть, вот, какой статус у вашего мужчины. То есть, вы называете его мужчиной, потом вы говорите, что он ваш муж. То есть, если, если это муж, то это одно, если это просто мужчина, с которым вы живете вместе, это, это другое. Вот. То есть, давайте, вот, определимся тоже и с этим моментом. Конечно, так вот сразу, как бы, ну, можно сказать, что, ну, в какой-то степени, да, что человек, там, ведет себя некорректно, вот, ну, по отношению к вам, например. Ну, вот, и что делать, так, нехорошо, нежелательно, вот, ну, я думаю, что очень многое вытекает из того, как вы выстраиваете отношения. Вот, очень многое вытекает из того, в первую очередь. То есть, если вы, вот, ну, выстраиваете свои отношения таким образом, что в них нет места личностному взаимодействию, если вы выстраиваете отношения таким образом, что, ну, как-то вот взаимодействуете только, как, ну, как, грубо говоря, мужчина и женщина, вот, то, конечно, это, ну, накладывает определенный отпечаток, вот, безусловно. То есть, ну, ну, не может, не может, не может, не накладывать отпечаток, вот, поэтому я бы обратил ваше, ваше внимание на, ну, на данный аспект тоже, вот. То есть, как, ну, какого рода ваше взаимодействие, как вы взаимодействуете со, ну, вот, со своим мужчиной, да, вот, что общего, там, грубо говоря, между вами, ну, между, между вами, есть ли что-то общее между вами, вот, если есть, то, вот, то что общего между вами, вот, вот. Вот это все нужно исследовать, потому что зачастую, как бы, проблемы, они идут, вот, именно, ну, конкретно из-за того, из недопониманий каких-то, из-за обновок, ну, каких-то, вот, из-за проблем, вот, из-за, из-за сдерживаемых, подавляемых эмоций и чудов, вот. На это все, в принципе, нужно вам обратить свое внимание, самое приставное внимание, потому что, ну, это напрямую влияет на то, как взаимодействуете вы. То есть я хочу сказать, что у этого есть причины, у этого есть первопричины, первопричины. Вот, и первопричины не являются здесь объектом обсуждения нашего с вами, к сожалению. Понимаете, да? То есть мы здесь обсуждаем пока только то, как вот, ну, только то, как человек себя ведет. На мой взгляд, это очень ограничивает наше восприятие. Восприятие вас, восприятие вашей пары и так далее. Я бы сказал, что в известной степени вы позволяете человеку так с вами вести себя, выступая здесь, ну, вот, в такой роли жертвы. Соответственно, с жертвенным поведением нужно работать. Необходимо работать. С моделью жертвенного поведения необходимо работать, необходимо выходить из позиции жертвы. Вот, я рекомендую вам изучить треугольник Карпмана. Судя по всему, то, о чем вы говорите, именно этим и является. Где вы жертвы, муж тиран, а ребенок это, вот, в данном случае, ну, не то спаситель, не то такая же жертва, как вы. Вот, это очень, очень деструктивная модель поведения и, соответственно, из нее нужно выходить. Вот. А для этого вам нужна помощь, для этого нам нужен анализ, для этого нам нужна информация, для этого вам нужно поговорить, ну, надо взять у вас интервью, начнем с этого. Вот, чтобы было как-то попонятнее, что происходит между вами и вашим мужем. Вот. А если человек согласен с тем, что есть проблемы, то, ну, нужно в таком случае вам вдвоем обратиться за консультацией, вот, и разобраться в своих отношениях. Я думаю, так, так это было бы правильно и так это было бы корректно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. В остальном, в остальном решать вам, вот, я думаю, я уверен, что в остальном решать вам, вот, что решите, как решите, так и будет. Но помочь вам можно только при детальном рассмотрении ситуации, вот, чтобы не сделать каких-то ошибочных выводов. Вот. Вот. Вы-то сами, как хотите быть, вот, вот, вы сами как хотите быть с этой ситуацией? А как вы в нее, как вы в нее пришли в эту ситуацию, как вы в нее попали? На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи. Аuggай шерч uhiti, аж�� Freeland ЭтоSorry Сегодня. Все. 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 Продолжение следует...